Забытые герои. Чернобыльские дайверы. Чернобыльская авария является одним из самых ужасающих примеров того, какую опасность может представлять собой ядерная энергетика, если ее не держать под постоянным контролем. Однако сама авария могла бы обернуться чем-то гораздо более ужасным, если бы не действия трех человек. Наверное, все слышали, что после аварии на АЭС в Чернобыле тяжелую радиоактивную воду из-под реактора откачали пожарные, и об этом героическом поступке стало известно самым широким слоям общественности. Но мало кто знает, что прежде, чем воду откачать, ее нужно было слить из прочного бетонного бокса, в котором она находилась. А как это сделать? Ведь выпускные люки находились под толстым слоем радиоактивной воды. Была еще одна опасность. После аварии, когда был сбит огонь, реактор раскалился. Он оказался как бы в подвешенном состоянии, имея под собой так называемый бассейн-барботер, который в результате разрушения трубопроводов охладительной системы наполнился водой. Чтобы ограничить воздействие радиации сверху, как уже известно, реактор запломбировали гигантской пробкой из песка, свинца, доломита, бора и других материалов. А это – дополнительная нагрузка. Выдержит ли ее раскаленный реактор? Если нет, то вся махина рухнет в воду. А тогда? Никто и никогда в мире не давал на такой вопрос ответ, что может произойти. А здесь его дать нужно было немедленно. Потребовалось срочно узнать о количестве воды в бассейне, установить ее радиоактивность, решить, как отвезти ее из-под реактора. В кратчайшие сроки эти вопросы были решены. Сотни пожарных машин участвовали в этой операции, отводя воду в специальное безопасное место. Но успокоенность не наступила, вода в бассейне оставалась. Выпустить ее оттуда можно было только одним путем – открыть две задвижки, которые были под слоем радиоактивной воды. Если к этому добавить, что в бассейне-барботере, похожем на огромную ванну после аварии, была кромешная темнота. Если подходы, ведущие к нему, узкие и также темные, а вокруг высокий уровень радиации, то станет понятно, на что должны были идти люди, которым предстояло выполнить эту работу. Они вызвались сами. Начальник смены Чернобыльской станции Борис Баранов, старший инженер управления блоком турбинного цеха номер 2 Валерий Беспалов и старший инженер-механик реакторного цеха номер 2 Алексей Аноненко. Роли распределились так – Алексей Аноненко знает места задвижек и возьмет на себя одну, вторую покажет Валерию Беспалову. Борис Баранов будет помогать им светом. Операция началась. Всех троих облачили в гидрокостюмы. Работать предстояло в респираторах. Приводим рассказ Алексея Аноненко. Обдумали заранее все, чтобы не мешкать на месте и уложиться в минимальное время. Взяли дозиметры, фонари. Нам сообщили о радиационной обстановке как над водой, так и в воде. Пошли по коридору к бассейну Барбатеру. Тьма кромешная. Шли в лучах фонарей. В коридоре тоже была вода. Где позволяла пространство, двигались перебежками. Иногда пропадал свет, действовали на ощупь. И вот чудо, под руками заслонка. Попробовал повернуть, поддается. От радости аж сердце ёкнуло. А сказать-то ничего нельзя, в респираторе. Показал Валерию другую. И у него поддалась задвижка. Через несколько минут послышался характерный шум или плеск. Вода пошла. Вернувшись, Алексей Аноненко дал интервью советским СМИ. Не было и малейших признаков того, что этот человек получил смертельную дозу радиационного отравления. Но никому из смельчаков не удалось избежать своей судьбы. Во многих источниках указано, что Алексей и Валерий умерли через 10 дней в одной из московских больниц. Борис прожил немного дольше. Всех троих хоронили в плотно запаянных цинковых гробах. Однако в газете «Труд» в 1986 году писали другое. Несколько месяцев спустя было установлено, что расплавленная лава действительно могла поджечь реактор. Так что эти трое, почти наверняка, спасли жизни сотням тысяч людей по всей Европе. Но об их жертве практически никто не знает.